Всем привет, друзья! Это огромная объединенная подборка самых лучших вещей с Алиэкспресс за всю историю моего канала. Ну и конечно же, принимай участие в конкурсе и выиграй любую вещь из выпуска. Погнали уже! Подушка – плюшевая рыба. Настолько реалистично выглядит, что хочется хвастаться о своем улове. Принт сделан настолько реалистичным, что не сразу понятно, что это всего лишь подушка. Но эта красота почему-то больше понравилась кошке. Теперь она не расстается со своей красавицей-рыбкой. Полезность в этой вещи я вижу только в занятости кошки. Теперь она не мяукает с утра до вечера. Ну, хоть чем-то она наконец-то занята. Выезжать на природу с баяном, как делали наши деды, теперь не модно. Музыка теперь другая, да и к размерам предъявляются повышенные требования. Полноценная клавиатура на 61 клавишу сворачивается и разворачивается. В свернутом виде занимает минимум места. Синтезатор работает от четырех батареек. Энергопотребление небольшое. В домашних условиях подключается к электросети. Если вы хотите с детства прибивать ребенку музыкальной наклонности, это то, что нужно. Этот аксессуар внешне похож на обычный провод, подключающийся к компьютеру или зарядному устройству. Но на самом деле он состоит из двух частей. Штекер microUSB отсоединяется от самого шнура. Задняя площадка разъема оснащена магнитом, который имеет и окончание кабеля. В результате подключение провода к гаджету происходит моментально. Шнур будто бы притягивается к смартфону. Магнитный разъем отныне может иметь практически каждый смартфон. Это увлекательная игра. Собрать такой конструктор нелегко, поэтому понадобится проявить усидчивость, терпение и внимательность. Он представляет собой механизм, состоящий из серпантинной дороги, лифта и металлического шарика. Естественно, все это ты получишь в разобранном виде. Однако, собрав его, твои старания будут вознаграждены, и ты станешь свидетелем того, как металлический шарик перемещается по рельсам строения. Чем выше уровень, тем сложнее собрать игру, но и, естественно, тем масштабнее она будет. Можете представить себе, какую махину можно собрать из конструктора девятого уровня. Смеситель-водопад. С его помощью можно придать вашей ванне современный вид. Основная особенность состоит в изливе, который имеет приплюснутую форму. Благодаря этому и создается желаемый эффект водопада. Подсветка помогает при определении температуры воды. Чем она выше, тем свет разгорается ярче. Это удобно, особенно если в семье имеются маленькие дети. Единственный существенный недостаток у такой технологии – увеличенное потребление воды. Силиконовые крышки – это по-настоящему стоящая вещь. Все еще пользуетесь стрейч-пленкой или обычными крышками от кастрюль? Очнитесь, это уже прошлый век. Эти крышки подойдут буквально для всего на свете. Ведь вы даже можете использовать их для сохранения свежести арбуза, дыни и других крупных ягод или фруктов. Набор состоит из шести штук разных размеров и предложены в четырех цветах. Доставка до Москвы – три недели. Мечты о левитации не покидают человечество на протяжении многих тысячелетий. Сказочные ковры самолета и крылатые сандалии древнегреческого бога Гермеса испокон веков будоражили фантазию изобретателей. И вот свершилось чудо – они смогли сделать что-то оригинальное. Принцип работы этого устройства заключается в подъемной силе, обеспечиваемой шестью электровентиляторами общей мощностью в 720 лошадиных сил. Аккумулятор полностью заряжается за шесть часов и позволяет левитировать над любыми поверхностями, включая и водную гладь. Высота полета составляет 30 сантиметров. Наверняка каждый из вас, когда был ребенком, пытался сам прорастить фасоль или горох. Чаще всего по школьному заданию, но иногда и по собственной инициативе. Думаю, ты помнишь, какое это было увлекательное занятие – смотреть, как из круглой и сухой фасолины появляется живой зеленый росток. А теперь это занятие может стать еще интересней. Оказывается, с помощью лазера на растении можно сделать гравировку на этапе семени, и тогда оно прорастет с уже нанесенными надписями. Эти специальные семена вы можете приобрести на Алиэкспресс. Мини-камера SQ8. Сразу скажу, на шпионскую она не тянет. Камера не замаскирована, не выполнена в форме авторучки, пульта или часов, поэтому проблем с законом быть не должно, если использовать ее в личных целях. Компактность позволяет брать ее всюду с собой и снять что-нибудь, не имея под рукой полноценной видеокамеры. Разрешение у этой малышки хорошее – 1920х1080 пикселей, но снимает на 5 баллов из 10. Пластинка, которая меняет цвет от магнитного поля. Основное применение – удовлетворение любопытства. Может быть полезно для обнаружения скрытых магнитов в каких-нибудь устройствах. Внутри листа находятся маленькие клетки, содержащие жидкость. Стоит поднести магнит вплотную к пластиковому листу, и железо в каждом оттенке станет смещаться по направлению магнитного поля. Если приложить пленку к неокубу, можно увидеть необычный рисунок, очень захватывающее зрелище. Умный будильник в виде коврика. В заданное время начинает издавать звуки или запускает определенную мелодию. Пользователю требуется встать на устройство, чтобы оно замолчало. Продержаться на ногах нужно не менее трех секунд. Так что хотите или не хотите, но встать все равно придется. Кстати, он обладает дисплеем с таймером и портом USB для подключения к компьютеру. Синхронизация с ПК позволяет настроить изделие по своему вкусу, установить любимую песню в качестве звонка, например. Poptel P10 – это устройство среднего класса. Дизайн – это то, на чем явно сэкономили, ведь он ничем особенным не выделяется. Зато устройство устойчиво к ударам, попаданию воды и грязи при толщине корпуса 11 мм. Им буквально можно колоть орехи. Можно залить кипяточком, проехаться по нему на автомобиле или в буквальном смысле спустить по лестнице, и он все равно работает. 5,5-дюймовый экран, а также 4 ГБ оперативной памяти и 64 встроенной. Бонусом же является модуль NFC и сканер отпечатков пальцев на задней панели смартфона. Ну и самое главное, я разыграю этот смартфон среди своих подписчиков. Всего-то нужно поставить лайк, подписаться на канал и обязательно оставить комментарий для того, чтобы рандомайзер смог определить победителя. Как только ролик соберет 20, нет, 15 тысяч лайков, мы узнаем победителя. Всем удачи, а мы едем дальше. Голография – это технология, которая одна из немногих еще оставляет массу положительных впечатлений у человека. Особенной деталью является скрытность технологических элементов данной технологии. В этом случае голографический вентилятор является выигрышным решением, так как высокая частота вращения позволяет демонстрировать изображение в воздухе. Он имеет собственный плеер и карту памяти, на которую можно закачать видеоконтент и вставить в вентилятор. Данный вид включается с помощью кнопки. Светящийся кабель с подсветкой будет радовать вас каждый раз, когда вы будете заряжать или синхронизировать с компьютером свой девайс. С таким светящимся проводом вы не забудете свой телефон на зарядке. Умный динозавр. При первом включении робот очень долго спит, не может нормально подняться на ноги и издает тихие жалобные звуки. Уже после этого его можно начинать обучать различным командам, типа «Сидеть», «Ко мне», «Пой» и «Другим». Кроме того, динозавру можно дать любое имя, которое он будет узнавать и затем ждать команду от хозяина. У него даже есть собственные внутренние часы, и если тебе захочется поиграть с ним в 12 ночи, скорее всего ты его не добудешься. Движения игрушки очень реалистичные, плавные, небольшой дискомфорт вызывают лишь довольно громкие звуки работающего механизма, но об этом довольно быстро забываешь, наслаждаясь общением с питомцем. Эта вещь пригодится, пожалуй, всем. Спорим, хоть раз в жизни твой телефон, карандаши, кредитки, ключи падали или укатывались в такое место, что достать их после этого невозможно? Если вы ответили «Да», вы не одиноки. Так вот, эта вещь представляет собой гибкую телескопическую ручку, на конце которой закреплена цепкая лапка. Также можно прикрепить светодиодный фонарик и неодимовый магнит, способный поднимать до 900 грамм. Компания Xiaomi представила свой электрический самокат. Он сделан из алюминия, оснащается аккумулятором ёмкостью 280 Вт в час, без подзарядки может проехать 30 километров. Максимальная скорость – 25 километров в час. Крутящий момент, внушительный для такого малыша – 16 ньютон-метров. Система регенерации кинетической энергии при торможении прилагается. Также он может похвастаться дисковыми тормозами, системой АБС, круиз-контролем и светодиодной фарой. Следить за состоянием самоката предлагается через специальное приложение для смартфона. После того, как все наигрались с селфи-палками и небольшими квадрокоптерами, перед маркетологами встал вопрос, что делать дальше. И, недолго думая, на свет был рождён новый класс продуктов – селфи-дроны. Этот аппарат умещается на ладони, в сложенном виде его легко засунуть в карман вместе с пропеллерами. Они убираются в специальные боковые ниши на корпусе. Несмотря на свои габариты и стоимость, дрон всё же может предложить весь необходимый спектр функций для начинающего пилота. Светящиеся кроссовки – новое поколение модной обуви. Эти кроссовки не позволят своему обладателю остаться незамеченным, где бы он ни находился. Особенно эффектно такие модели смотрятся в темноте, а комбинация семи светящихся цветов делает их универсальными в плане сочетаемости с другими вещами. Подсветка кроссовок обеспечивается благодаря встроенным в подошву светодиодам. Они питаются от аккумуляторной батареи и обеспечивают невероятный эффект прихождений. Для того, чтобы включить свечение, необходимо нажать на специальную кнопку. Одной зарядки хватает примерно на 10 часов работы яркого свечения светодиодов. Это не только оригинальная копилка для хранения монет, но и игровой автомат. Бросьте в копилку монетку и нажмите на рычаг. Если вам выпадут три одинаковых изображения, вы выиграли. Если же не повезло, попробуйте снова. Эта копилка позволит весело провести время и станет отличным подарком. Реалистичный вид и звуки, как у настоящего аппарата, позволят вам почувствовать, как вы играете в казино. Как найти ключи, если в доме царит творческий беспорядок, а вы жутко опаздываете? На Алиэкспрессе уже давно продается специальный брелок. Фиксируешь его на ключах или любом другом предмете, который часто теряется. Когда изделие снова потеряется, нажимаешь на пульте одну из четырех кнопок, в зависимости от цвета вашего брелка, в результате чего брелок издаст мелодию. Осталось сообразить, откуда идет звук. Ну а если вы умудрились потерять пульт вместе с брелком, то вы совсем растерпы. Сочувствую вам. Кто из нас не любит музыку? Конечно, хочется, чтобы любимые треки были с нами постоянно, куда бы мы ни отправились. И как раз для таких целей была создана эта колонка. Она имеет отличные свойства, включая защиту от попадания влаги, пыли и отличные противоударные характеристики. Под решеткой спрятаны два динамика, которые выдают очень громкое, сочное звучание. Для большей экономии энергии можно воспроизводить музыку без подключения к мобильному устройству, используя карту памяти. Это самая уникальная разработка в мире. Используя это крепление для собаки или для других животных, можно полноценно увидеть мир глазами четвероногого друга. При этом крепление является универсальным, то есть закрепить его можно двумя разными способами. Первый способ – это крепление на спине, таким образом съемка будет происходить от первого лица. Закрепив вторым способом на груди, в видео будут видны передние лапы животного, что добавляет особую необычность видео. Это графический планшет. Такой нужен цифровым художникам для рисунков, фотографам для ретуши, дизайнерам для набросков. Этот гаджет позволит сконцентрироваться только на проекте и рисовать как на бумаге. Кстати, и планшет намертво крепится шурупами к подставке, которая, к слову, может регулироваться под любым углом, что очень удобно при размещении монитора на столах разной высоты. Гаджет можно подключить к компьютеру тремя разными способами – через DVI, VGA или HDMI. Необычная игрушка, которая имитирует реальные движения живой многоножки. Управляется при помощи пульта, радиус действия составляет целых 6 метров. Насекомый очень быстро перемещается, фактически по любым поверхностям, извиваясь гибким тельцем и шевеляя силиконовыми ножками. В процессе движения маленький монстр гремит хвостом и пугает окружающих световыми эффектами. Горящие глаза этого насекомого способны не на шутку напугать зрителей. Но вот кошки боятся его больше, чем люди. В далеком детстве у многих из нас были глобусы – наглядное вспомогательное пособие, в основном для изучения географии. У современных детей детство иное. Уже с младенчества юные исследователи запросто управляются с планшетом, а то и с более сложной техникой. Этот глобус сочетает в себе все особенности оригинального умного глобуса с ночным режимом. Свечение ночного неба для того, чтобы дети смогли узнать о звездах и созвездиях. Кошкам нужно движение. Поэтому они прыгают на столы и подоконники, топают по клавиатуре, когда вы пытаетесь работать, заглядывают в мусорную корзину. Уонти имеет шесть различных режимов воспроизведения, что позволяет варировать варианты игры для кошки. Сюда входит отслеживание меча, вращение, моргание, скольжение, дистанционное управление и шевеление. Можно выбрать режим и забыть об игрушке, а можно взять пульт управления, чтобы двигать игрушкой, находясь в кресле. Кендама – традиционная японская игрушка, в которую когда-то играли самураи и воины. С двух сторон у молоточка располагаются чаши различного диаметра. Та, что побольше, называется азара, а та, что поменьше – казара. Снизу рукоятки имеется еще одна чаша под названием чузара. Определенных правил игры с кендамой нет. Необходимо подбрасывать и ловить шарик на шип или чаши в самой различной последовательности. Как несложно догадаться, сложнее всего поймать шар на шип, а далее идут чузара и потом казара, и проще всего поймать на азару. Радиоуправляемый птеродактиль. В воздухе он машет крыльями, имитируя поведение реального животного. Так что, если не присматриваться его, вполне можно принять за пролетающую мимо птицу. Разве что периодически издаваемые в полете звуки его выдадут. Уж очень они необычные, максимально адаптированы к крику настоящего птеродактиля, такому, каким его принято представлять. На корпусе птеродактиля можно закрепить камеру типа GoPro и получить возможность наблюдать лица удивленных зевак. Это революционный рюкзак со встроенным световым дисплеем-индикатором. Светодиодная система может показывать четыре видимых навигационных знака – левый, правый поворот, движение вперед, стоп-сигнал, и таким образом оповещать других участников движения об изменениях направления. Управляется с помощью беспроводного пульта управления, который можно закрепить на руле или специальном плечевом ремне. Говорят, что динозавры вымерли. Неа. Их можно вырастить с помощью волшебного яйца. Берем стакан, наполненный водой, бросаем в него яйцо и ждем некоторое время, пока оно не начнет раскрываться. После того, как скорлупа яйца раскрылась и появился зверек, ее лучше убрать, так как она может помешать дальнейшему росту самого существа. Конечно, дракон, как у самой Дейенерис из дома Таргариенов, именуемой первой, Неопалимая, Королева Мейрина, Королева Андалов, Райнар и Первых Людей, Кхалисия Дотракийского моря, Разбивающая Оковы и Матерь Драконов. Ох, черт, язык сломаешь. В общем, такой дракон не вырастет, но для детей станет хорошим увлечением. Этот напечатанный на 3D принтере паук выглядит и двигается совсем как живой. За это отвечают 26 сервомоторов. По три штуки расположены в каждой лапе робота, еще несколько в задней части. Они позволяют роботу двигать брюшком. Все моторчики маломощные, но работая в тандеме, они позволяют добиться довольно реалистичного поведения робота-паука. В довершение всего, в передней части паука располагается единственный глаз, который светится зловещим голубым светом. В повседневной жизни может случиться всякое. Приключения происходят на каждом шагу, нужно быть только готовыми к ним. Водители по всему миру славятся тем, что возят с собой деревянные биты. Однако могу с уверенностью заявить, что куда лучше и эффективнее возить с собой фонарик-биту. Тут все просто. Можно биты засветить, если потребует того дорожная обстановка, а можно и подсветить, если что-то потерялось в полутемном салоне авто или багажнике. Многие полагают, что ручной насос для топлива создан для мелких воришек, которые ночами сливают бензин с припаркованных на улице автомобилей. Но если на это изобретение посмотреть с другой стороны, вы поймете, что оно незаменимо в быту. Он состоит из жесткой пластиковой трубки, сифона и гофрированной трубы. Жесткая трубка вставляется в емкость с водой, вторая трубка опускается в пустую емкость. Чтобы начать перекачку воды, достаточно запустить процесс с помощью сифона. Копаться в горе проводов и распутывать узлы из них – удовольствие ниже среднего. Это устройство позволит не только аккуратно хранить провода, но и сэкономить время и нервы, избавив от необходимости заниматься расплетанием проводов вручную. Кабель, который необходимо смотать, цепляется серединной частью за специальный крюк, после чего сматывается и фиксируется в механизме. Этот светящийся куб руды – для самого преданного фаната игры Майнкрафт. Его будто взяли прямо из игры. Лампа имеет три режима яркости. Касанием руки можно активировать ночник, либо переключить его в один из трёх режимов. При касании верхней стороны блока светильника свет выключится автоматически через три минуты. Завораживающий красный и синий цвет ночника, имитирующий алмазную руду, обязательно понравится поклонникам Майнкрафт. Мягкое стекло, или как его ещё называют, силиконовая скатерть на стол – это лучшая альтернатива стеклянному столу. Если застелить столешницу подобным материалом, то даже незаметно отличие между ПВХ-плёнкой и обычным стеклом. Можно декорировать любую поверхность в доме – от кухонного до письменного стола. С автомобильным коммуникатором любая поездка станет увлекательной и весёлой. С его помощью вы сможете рассказать всему миру о своих чувствах. Работает на батарейках, никаких лишних проводов в машине. Экран, демонстрирующий смайлы и слова, крепится на присоске на заднем стекле автомобиля. Его угол наклона может меняться. Пульт крепится присоской на лобовом стекле. Управление простое, достаточно нажать на кнопку с нужной эмоцией, и на экране появится выбранное изображение или надпись. Что ж, на этом всё. Если тебе понравилось это видео, хлопни лайк и подписывайся на канал. Не забудь посмотреть вот эти видео. Всем удачи, увидимся в следующем выпуске. Субтитры сделал DimaTorzok